Чингис Айтматов Пеги-пёс, бегущий к краям моря Всю ночь бедствующие томились в ожидании, Но ничего не изменилось. Туман не тронулся с места, Звёзды не высыпали в небе, Море продолжало оставаться во мгле. Туман не шевелился, Казалось, что нечто невообразимо чудовищное, Какая-то неземная сущность Поглотила весь белый свет, И землю, и небо, и море. И всю ночь очень хотелось пить, И пить, и пить, и пить. День начали с самого тяжкого, С того, что распределяли между собой, По нескольку глотков воды, Орган сам наливал. Первым он подал кириску. Кириски два дождался этого, Застучал зубами о край ковша, И почувствовал лишь на мгновение, Как увлажнился, Опал в жар внутри, И как от волнения зашумело в голове. Потом пил мылку. Потом им рань. Страшно было смотреть, как они пили, Хватали ковы с дрожащими руками, И возвращали, не глядя в лицо, Органа. А Орган отказывал себе, Даже в том, что ему полагалось. Пить-то тут нечего. О чем разговор? И снова откупоривая бочонок, И носив воды на дунышке, Он подал кириску. Пусть кириск выпьет за меня. Мальчишка растерялся, И все замолчали, А Орган протягивал ему ковш. На, кириск, пей, Не думай ни о чем. Нет, отхыч, нет, сам пей, И почувствовал, как закружилась его голова. Я ведь на своем веку Знаешь, как много выпил воды, А тебе еще надо долго жить, Чтобы... И он не договорил. Ты понял меня, кириск? Пей. Так надо. А за меня не беспокойся. На. Лучший охотник. Старейшина острова пеги, Пес Орган, Знал, насколько еще хватит сил На пороге предела. Единственное, что пока воздерживало его От задуманного, Кириск. Мальчишку было жалко, Но ради него Нужно было идти На это. И в ту же ночь Его Не стало. Так закончился Тот долгий, Безрадостный, Последний день старейшины Органа. Их оставалось Строе. Еще Одна ночь Наступала. Они бессильно Валялись в лодке, Каждый на своем месте, И неизвестно, Что ожидало Их впереди. Как вдруг Лодка резко Накренилась, И мальчик услышал Испуганный Возглас. Ты не говори мне, Эмраль, Ничего. Уже поздно, Бормотал Мулгун, Как безумный. Я сам уйду, Я все обдумал. Вы меня простите, Что так получается. Вы отец сыном, Вы оставайтесь, Там есть еще немного воды. И с этими словами Мулгун стал пригибать, И держать за борт лодки. Прощайте. Может быть, Дотянете. А я сейчас, А ты сразу гони, Гони прочь и не жди. Если приблизишься, Опрокину. А теперь гри, Борода, Гримь сильнее. Слышишь? Опрокину. Эмраль, Но ничего не оставалось, Как починиться угрозам И борьба Мулгуна. Лодка пошла по прямой, Рассекая бесшумный туман И бесшумную воду. Килиск жалобно заплакал. Именно в этот момент Мулгун резидно Перевалился за борт лодки. Лодка сильно накренилась И снова Выпрямилась. Туман сразу Скрыл его с глаз. Вот теперь Мы одни, Бормотал Эмраль, Утирая слезы с бороды. Перед тем, Как сказать себе, Что приближается вечер, Он решил, Что пора ему спить воды. Он видел, Как тяжко дожидался Этого кириска. Да и отцу Нужно было Собраться с духом. Он понимал, Что ему предстоит След за рганом И Мулгуном Покинуть лодку. Все это Единственная Возможность, Если не сохранить, То хотя бы Продлить Жизнь сына Настолько, Насколько Хватало той Немногой, Бесценной воды В бочке. И если Суждено ему Было умереть, Когда кончится вода, То умереть он должен В лодке, А не выбрасываться В море, Как поступил Старик Арган, Мулгун, И как поступит он, Его отец. Вскоре Стало Совсем Темно. Отец Сына Примастились На ночь На дне Лодки, Тесно Прижавшись Друг К другу. Не спали Ни тот, Ни другой. Каждый Думал Мучимый Жаждой Голодом, Что ожидает Его Впереди. Но Именно Из-за Него, Из-за Сына, Он не мог На то решиться, Не смея Бросить его На произвол Судьбы. Но и Медлить, Тянуть Тоже Становилось Опасно. Уходили Последние Силы, Необходимые, Чтобы собраться С духом. Время Жить У отца Истекало. Но Как? Какими Словами Можно было Объяснить Это сыну? Как Сказать, Что он Покидает Его Ради Него? Время Жить У отца Истекало. Отец Прошептал Вдруг Килиц, Как будто бы Отгадывая Его мысли, Еще крепче Прижался К отцу. Эмрайн Застонал, Стискивая Зубы От горя И не Посмел Ничего Сказать. Мысленно Он прощался С сыном. И чем Дольше Прощался, Тем Труднее, Тем Мучительнее Было Подняться На Его Последний Шаг. Этой Ночью Он Понял, Что Вся Его Предыдущая Жизнь Была Претечей Нынешней Ночи, Что Для того Он И родился, Для того Он И умирал, Чтобы продлить Себя В сыне. Об этом Он думал, Молча Прощаясь С ним. Время Жить У Отца Истекало. Его Роду Приходил Конец. Когда Кириск Проснулся, Он Очень Удивился, Что Сполосим Теплее, Чем Предыдущие Ночи. Он Был Укрыт Отцовской Кухлянкой. Мальчик Открыл Глаза, Поднял Голову. Отца В Лодке Не Было. Он Рванулся, Шаря По Лодке И Закричал Жутким Воплем Корисно Гласившим Ту Безмолвную Пустыню Туманного Моря. И Долго Не Смолкал Его Полное Отчаяние И Боли Вопль. Он Кричал Страшно До Изнеможения, А потом Упал На Дно Лодки Хрипя И Биясь С Головой. То Была Его Плата Отцам, От Которых Он Шел. Его Любовь, Его Горе И Пречитание По Ним. Смолкал